Сельчане пожаловались на качество школьного образования в Западно-Казахстанской области. Родители учеников школы номер один в селе Подстепное Теректинского района требуют смены администрации школы. По их словам, проблем в образовательном учреждении накопилось немало, начиная от качества образования и грубого отношения к детям со стороны руководства школы, заканчивая кумовством. Наши корреспонденты встретились со взволнованными родителями. Давайте не будем в наши дрязги, то есть в наше разбирательство между взрослыми людьми втягивать наших детей. Айнур Мурзагалиева – мама учеников школы номер один в селе Подстепное. По ее словам, в школе творится полный беспредел. Начинает непрофессионализма, исполняющего обязанности директора школы и низкого качества образования, заканчивая участившимися драками и пьянством учеников в стенах школы. Из-за давления и грубого обращения у детей нет никакого желания учиться и посещать предметы отдельных преподавателей, рассказывает Айнур. Дети не получают должного образования, так как в школе не хватает учителей на русском языке обучения, говорит родительница. Ее старший сын – ученик 11 класса. Он отмечает, что выпускники не готовы к ЕНТ от слова совсем. Самый высокий показатель в классе на пробном тестировании – 76 баллов. У нас нет проверки. Должны же проверять школу. А в облано писали? Везде писали. В облано писали, в Горано писали. Мы везде писали. Нам просто сейчас нужно, чтобы нам хотя бы нас услышал. Мы президенту письмо писали. Вот мы хотим сейчас, родители вам документы покажут, все, что у нас есть, то, что собрано, все. Никто нас слушать не хочет. В свою очередь, исполняющий обязанности директора школы рассказывает, что родители сами не занимаются воспитанием детей. К примеру, ученики девятых классов в канун Нового года принесли в здание школы алкогольные напитки, которые предварительно налили в бутылку из-под натурального сока. А девушки старших классов могут себе позволить носить полупрозрачную одежду или мини-юбки. По словам, работать в первую очередь нужно над дисциплиной и поведением детей. Ведь без этого невозможно говорить о качественном получении образования в школе. Всего в образовательном учреждении работает 142 преподавателей и учится около тысяч учеников. Поэтому мы начали камеру смотреть. И оттуда выходят мальчишки, которые уже вытирают рот. Вот сразу мы с них допросили. Но каким-то образом они сказали, что пустую бутылку мы принесли. Это для этого, это для этого. Но они сказали, что больше не повториться. Мы с родителями занимались, психологами занимались. Вот так сказали, они не повторились. Потом по второй раз опять повторились. Но уже мы это дело уже дали в ЗН. Стоит отметить, что прошлый директор школы уволился еще в 2021 году. С того времени школа руководит Мирамгуль Кубашево, которая должна будет освободить кресло директора 9 марта текущего года. Заместитель руководителя управления образования рассказала, что в ближайшее время в школе будет проводиться проверка. Насчет родителей были нарекания. Мы им всем разъяснили, что руководство школы, которая нынешняя, они работают согласно школах, что учебный процесс не остановлен, что дети ходят, учителя тоже ходят. На всеобщем собрании родители школьников собрали все заявления против нынешнего руководителя школы. Надеюсь, что на смену ему придет опытный и достойный директор, который сможет навести порядок.